Привет, друзья! Сегодня у нас видео про жуликов. Точнее, это рубрика про жуликов. Не обязательно в ней жулики. В ней бывают иногда и хорошие машины, и неплохие ребята-продавцы. Но редко, к сожалению. Об этом видео я уже вкратце упоминала в другом видео про жуликов. Это как раз та Х5, которую мы смотрели. И мне удалось включить трансляцию в Перископ, ввести ее прямо в онлайне. Смотрели машину с Максом Шелковым? Вон он. Привет! У Максима есть свой канал. Пожалуйста, смотрите в описании, подписывайтесь. Максим занимается автоподбором, и мы с ним работаем по этому вопросу плотно. Значит, суть просмотра была в том, что у Макса появился заказ на Х5, причем человек захотел посмотреть именно конкретный вариант. Мы очень отговаривали его. Отговаривали, потому что, знаете, ну вот по нашему опыту, Х5 2007 года с пробегом типа 110, думаю, ему 100% скручили, в Подмосковье, черного цвета, по телефону отвечает человек... Черный уже, да, по-моему? Нет, она черного цвета, собственно говоря, сам автомобиль, по цене, причем она не по минимуму. Далеко не по минимуму. И главное, что по телефону отвечал человек с глубоким и очень сильным кавказским акцентом. Ну, мы не то чтобы недолюбливаем людей из Кавказа, просто есть у нас опыт, и обычно, вот по совокупности всех вышеперечисленных факторов, машина будет просто жутким автохламом. А почему пишемся в кабинете? Потому что я вам хотела сейчас показать, какой, собственно, рынок на эти машины. И чтобы вы поняли, что мы далеко не самый дешевый вариант смотрим, и что, по идее, за эти деньги машина должна быть неплохой. Вот, вот это я отсортировала, это начало первой страницы, то есть до этого идут там рекламные машины, вот это за миллион пятьдесят. Вот машина за семьсот шестьдесят первая. Вот такие варианты, ну... Это, кажется, попадание в рубрики автожулики. Да, 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 лучше такие варианты не смотреть, очень редко они бывают нормальными. Вот, то есть, видите, эти машины, они начинаются где-то реальные от восьмисот пятидесяти. То есть та машина за семьсот шестьдесят, она может и реальная, но, скорее всего, при встрече с человеком там окажется, что у неё учёта нет, или что-нибудь, какие-нибудь новости там, не таможенная, кредитная и так далее. Показывает практика, даже за семьсот шестьдесят такие автомобили потом не хочется покупать. Ну, здесь вопрос осмотра и правильной проверки. Вот, смотрите, в общем, вот такой вот рынок, и наша машина, она аж на третьей странице, то есть она достаточно далеко. Вот, в общем, мы думали ехать, не ехать, ехать, не ехать, но клиент всегда прав, клиент заказал подбор и сказал, что ехать вам, ребята, туда обязательно, но очень-очень хочу. Смотрите, что было дальше и как в итоге получилось. Скажу вам лишь одно, что эту машину мы не купили по единственной причине, о которой мы также говорим в конце этого видео. Так что, как оказалось, и наш опыт может быть не до конца верным, и на старуху бывает проруха. Спасибо, смотрите видео, пока. Вот тут машина хозяина, дочка машины. Дочке хозяина BMW? Да. BMW дилера вы имеете в виду, дилерского центра, да? Да, там BMW дилер, я в кафе. А, я занят кожу позвонить. Так, ну мы тогда ее проверим, вы не против? Мы посмотрим там, ладно. Вы только у меня ничего не ломайте. Да не вы чем. Мы только лучше можем сделать. А там мне это ничего делать лучше. Вы психи, что ли, зачем нам ломать? У меня уже некуда уже, да? Посмотрите, ради бога, посмотрите. Ну просто нужно там, знаете, пробег проверить. Машина-то дорогая, это же не шутка. Пробег вот то, что есть. А что у нас стоят? Сто десять. Сто десять, да? Сто десять, тысяч. А это, вы говорили, американка, это мили или километры? А, километры, видишь, сто десять километров всего. Смотрите, на ней прохозяйки не стоят вот эти шутки. Это америкосы. Ага. А америкосы стоят на бампере. Слушайте, всего сто десять тысяч километров, да? У меня сколько, по рулю? Я мало, я, конечно. У меня дома четыре машины. Руль, видимо, крутили без нужды. Да он лысый такой вообще. Ну, такой лысый, потертый. Я поэтому и говорю, что вроде сто десять тысяч. Докрутили, я не поняли. Да это я шучу, говорю. Да, лысый, лысоватый. Руль такой, как бы лысоватый, чуть-чуть, как будто потертый. Нормальная роль у меня. Вы что, ребята? А фара запотевает, что, не знаете, не узнавали? Не знаю, брат, трещина или просто устало. Что там долбишь? Мне, смотрю, 120 не превышало. Ну да, она нет, она по кузову-то ровная. По кузову ровная. Слушайте, сколько ходим, вот вы первые владелицы видим. В основном все либо перекупщики, либо салоны. А говорят, что я вижу, что вы на ней год ездите. Я его продаю чисто, знаете, для чего? Я вам скажу историю. У меня металлопарс. А, вот, только одна дверь. Да, дверь, что, крашеная. Вот это крашеная. Ничего не крашеная. Не, не, вот это точно крашеная. Вы можете посмотреть, он даже по оттенку. Чуть-чуть, чуть-чуть, вот оно отличается. Вот это более, как бы, в графит идет, такой, как в карандаш. А это более черное. А вы в чего определяете? Вот смотрите, да, например, вот видите, ну, сейчас вот не на ребро, 120 микрон, да, там, 150 микрон, ну, там, плюс-минус вокруг 120. Сюда чпокаем, сразу 400. По остальным деталям, так сказать, нельзя. Только вот это вот. Здесь тоже крашеная? Сейчас скажем. А так если крашится, то красится же весьма целиком. Не, бывает частичная покраска, но в вашем случае шпаклеванная. Смотрите, вот здесь уже заменил это пошло, вот здесь шпаклевочка пошла. Брат, я его взял, я вот так его взял, мне проверили, ребята сказали. Да есть ли одна дверь с таким годом, ничего страшного. Не, 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 просто вовремя, может, до меня, может быть. Но мне проверили, ребята сказали, что крашена детали. Ну, на самом деле у нее крашена только одна дверь, но это тоже не критично, для такого года это даже... Обычно всю ее проходишь в таком году, она вся разная. Сигнали стоят на 700 долларов. Вот это 700 долларов стоит. А что это такое? Это 800 долларов. Сигналы. Ой, мать, мать, мать. Это крашенский сигнал, я из Армении его специально заказал. Не то, что она, изнутри его собрали, там собрыш там. Да, да, да. А, то есть это самодел, да? Это то есть в Армении под заказ такое дело. Да. Надо ведь заглушить, я хочу посмотреть просто, есть там заказок. Тут все равно гар-то присутствует. Видно, что... Две тысячи назад, говорите, меняли, да? Да, да. Две тысячи назад. А вы где-то у своих меняете или в дилере? Не, я отдал, она поехала, у меня там поменяли ее отдали. В дилере? Да, и фильтр поменяли. А можно посмотреть все? Да, не дают вообще. Бумажки у вас есть? Бумажки у меня много чего есть. И от Америки у меня бумаги дома лежат, и ПТСка дома. Все дома устроено. Да, ПТСка я подоговорила, что здесь, ну честно, не там. Сейчас 82, 522, да, все нормально. Так, смотри, видишь, что мы видим? Нарушение питания, нарушение связи и питание контакта. То есть отключалось то, что я говорил, иммобилайзер отключался. Ну то, что я говорил там, да, когда мы про пробег. Пикнул. А, то, что бензин заканчивается, кушать хочет, да. То есть отключался иммобилайзер, такое обычно происходит, когда с пробегом работают. И то же самое, мы сейчас просто сразу же для уверенности посмотрим по комбинации приборов. То есть комбинация приборов у нас выдает то, что она отключалась, значит 99% что-нибудь пробега. Обработали, было отключено питание, видишь. А как реально ее посмотреть, ты сможешь или подтерли все? Я сейчас посмотрю, посмотрим по сервисам, то есть что она покажет. Так, значит, давай смотрим-то по сервисам ее, да, что у нее в сервисах. Тут идет среднегодовой пробег машины. То есть, опа, среднегодовой 24 тысячи 440 километров. То есть умножь на 10 лет. Почему 10? Ну сколько, а седьмого года на 9 лет? Ну даже если на 8, 82, да. Ну даже на 8. 160, 170, 180. Ну около 200, грубо говоря, вот средний пробег. Поэтому, грубо говоря, все подправили, а общегодовой средний застрял, остался. Схалтурили? Выходит так. Итого получается, что средняя математика, да, умножаем общегодовой пробег на количество. Слушай, давай попробуем посмотреть по этому полу. По карфаксу. Да, 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 да. По карфаксу. Давай попробуем-то отсюда выходим сейчас. По кузову, по крайней мере, он так приятно удивил. Не, я говорю... Обычно они все битые, перебитые идут. Нужно понять... Коробка, ходовка, вообще битые. С пробегом хорошо бы понять. Да, нужно понять... Пробег, я точно знаю, что родной хотите ездить. Это знаете, что может быть? Они когда из Америки идут, их часто крутят. Не, я в Америку гарантию дать помнимаю. Вот я об этом и говорю. Потому что для вас-то понятно, она свой ресурс отработала, и все было нормально. А мне нужно понять, сколько она у меня еще проживет. То есть сколько у нее реальный пробег. Потому что я вижу, что... Удивительная ситуация, потому что мы... То есть я реально не могу сказать ни одного дурного слова про этого мужика. Мы ехали громить просто. Да, мы ехали. У нас реально должен был быть такой ролик. Разгромный ролик. Что машина седьмого года с позиционированным 100 тысячами километров. Не битые, не крашенные. Так тут еще и армянский сигнал за 700 долларов придачу. Ну да, тут человек... Ну и человек, знаете, я ничего против не имею. Не армян, не других кавказских и некавказских наций. Но просто наша практика показывает, если человек с Кавказа, он обычно... Он перекупщик. Этот человек сам владеет машиной. Действительно давно владеет, то есть больше года. И у него, правда, неплохой автомобиль. Для седьмого года вообще хороший. То есть если бы я выбирала себе, я бы сейчас заинтересовалась этой машиной. Именно. Если у нее 200 тысяч пробега, то это гемор. Это гарантированный гемор. Вот сейчас Макс смотрит... По карфаксу проверим. По карфаксу. Потому что она по компьютеру получилась... Компьютер показывает, что были ошибки. У нее есть, точнее, не были. У нее есть ошибки. И что она очевидно крутанутая. Да, такие ошибки, они... Такие ошибки, они, как правило, характерны именно для моментов с коррекцией пробега. То есть отключаются отдельно блоки. То есть обестачивается не весь автомобиль. Снимается панель, например, либо снимается блок управления мобилайзером. И, соответственно, эти блоки отдельно обрабатываются. Вот. Мы видим, что эти ошибки есть. Но во всех абсолютно блоках прописан тот пробег, который на панели. Поэтому сейчас мы ее бьем конкретно по... По карфаксу и смотрим, с кем пробегом она из США уходила. Да. Сейчас вот скоро будет финал истории понятен. Вот. Короче, удивила прям машина. Мы сейчас думали, что... Какое-то двоякое чувство, да, она вызывает? Ну, ты знаешь, у меня больше позитива. То есть мы думали, что там эгегей. Ну, ничего. Молодец парнишка с тобой, Макс. Это про тебя. Спасибо. Это парнишка Максим Шилков. Есть, на мой взгляд, два в Москве криминалиста. Вот. И один из них перед вами. А второй... Второй человек Тимур Давыдов. Это парень, он в моих роликах тоже иногда появляется. Вот он про ПТС, например, рассказывал на основном канале буквально на днях. По объяве она скука? 1,3? 1,255. То есть 1,255. Да. Ну, я думаю, за 1,200 он точно отдаст. Я думаю, даже меньше. Даже меньше. Потому что у него там какие-то проблемы финансового характера. Ему надо ее продавать. Да, а теперь я хожу, в общем, с 1,1, ну, может быть, кстати. А теперь я хожу вот с Максом, либо с Тимуром. В приятной компании. Да. Или мы ходим в компанию Лены, тут вопрос спорный. Как в таком случае клиенту рассказывается? Не то, чтобы не бери машину 100%, а говорят, что вот она в принципе хорошая, но у нее пробег реальный такой-то. Дальше вы думаете, а потенциальные проблемы будут в дальнейшем вот такие-то и такие-то. Вот приблизительно так. Бывают машины, когда подбор делаешь, бывают машины, прям смотришь, это очень редко бывает, и говоришь, вот берите сейчас, потому что лучше не будет. У тебя часто такое Макс? Ты знаешь, на самом деле такое бывает нечасто, но когда такое действительно случается, я вот клиенту, у меня никогда вообще, это не в моих принципах, клиенту что-то навязывать, либо отговаривать, потому что когда я начинаю отговаривать, почему-то считают, что мне как-то хочется дальше, да, там, у человека какие-то деньги получат и так далее. На самом деле вот с хорошими автомобилями, как показывает практика, они долго не продаются, они продаются очень быстро. Поэтому если тебе судьба подкинула такой вариант, у нас сегодня утром был такой вариант, шикарный автомобиль от одного владельца с реальным пробегом, значит, Санта-Фе, не битое, не крашеное, все дела, человек пока стоял, думал, уже позвонил еще два человека, что я ему говорю, слушай, ну давай уже, давай задаток и даже ни о чем не думай. Потому что довольно часто случается так, что дешевле найти можно, но вот соотношение цена и качество, я лично сторонник качества. Для меня все-таки качество за разумную цену, это самое оптимальное. А вот у этого парня, кстати, которому мы сейчас смотрели машину, у него реально есть огромная проблема с продажами. Понимаете, какая, да? То есть человек продает черный X5. По голосу совершенно очевидно, он не русский. Я думаю, что больше половины народу к нему просто не поедет. Как раз у нас Карфакс получили ответ. Вон там найдены проблемы. Ты знаешь, на самом деле Карфакс тоже нам ничего особо не прояснил, потому что последний пробег, который был зарегистрирован, это 12 миль, просто 12 миль. То есть, подожди, она что, на ТО не ездила там, будучи в Америке? Получается, что она, да, она не ездила на ТО, будучи в Америке, потому что нам... А, так, смотри, ну она 100% вкрученная, потому что машина была в аренде, тип владельца, аренда. Аренда. То есть по Карфаксу, причем, скорее всего, я думаю... Нью-Джерси она была? Нью-Джерси это Нью-Йорк практически. Да, она была в аренде. В аренде она была с 2007 по 2012 год, то есть 5 лет. Соответственно, машина ездила с утра до вечера. Да, представляете, сколько она в аренде? Отсюда и нет никаких данных именно по пробегу, потому что машину просто официально не обслуживали, ее взяли конкретно укатать, заработать денег и дальше отправить сюда. Отправили почему? Не потому что она там утоплена, не потому что она горела, бита, потому что машину в США без сервисного истории... Да, да, да. Без вообще истории, никогда не продаж. Поэтому она, соответственно, уехала сюда и... Значит, что у этой машины было сделано? Вот я прям в таком случае на 100% уверена. У нее перетянут весь салон от А до Я. У нее перетянут руль. То есть вот то, что она более-менее нормально выглядит сейчас по салону, привет, это лишь благодаря тому, что хозяева здесь были аккуратные, а сюда она пришла с салоном абсолютно новым. Я уверена, ну то есть я просто знаю, что так делают арендные машины, которые приходят сюда. Вот, собственно, и ответ на вопрос. То есть эту машину... Я вам перезвоню через 5 минут. К сожалению, даже при том, что она хороша, вот посмотрели по Карфаксу и брать нельзя, потому что ресурс ее непонятен вообще. К сожалению, непонятен вообще.